Уже три года в общественной организации «Особый ракурс» идет очень важная семейная работа. Этот Абаканский центр объединяет детей и родителей, причем тех мам и пап, которые воспитывают ребят с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть из них имеет ментальные нарушения, но недуг далеко не барьер. Возможно, это препятствие в жизни, которое благодаря совместным усилиям и педагогов, и прежде всего родителей, помогает детям расправить крылья. Очень много дают. В первую очередь общение. То есть дети между собой общаются, социализируются. Ну и, естественно, творчески развиваются. Рисование, лепка, экскурсии. Нас везде возят, я даже и не бывала. В музей Шушинское ездили, на Салбыхский курган. Лада Цуранова – педагог, общественник. Три года назад она открыла особый ракурс. За это время организация выиграла более шести грантов, в том числе и президентских, отбор на который очень серьезный. Сердце Сибири глазами особых детей. Новый проект. Он включает в себя погружение в туристические экскурсии, походы, творческие мастер-классы. А еще Лада мечтает, чтобы дети приобрели навыки, которые помогут им во взрослой жизни с выбором профессии. Мне очень нравится заниматься на кончарном круге. Я хочу научиться делать изделия. И я очень люблю лепить из гнели разные фигуры, изделия, которые тоже можно использовать в бутылке. Скажи, пожалуйста, трудно этому научиться? Сначала было трудно, сейчас это нормально. Наши детки подрастают. За два с половиной года тем, кому было 14, стало 16, кому было 16, стало 18. И Катя, ей как раз уже 18 лет. Она на самом деле занимается у нас всеми видами творчества абсолютно. Она и декорирует, она и шьет, она и вышивает, она и рисует, и делает поделки. И в том числе и мыловарение делает, и свечи, в общем, все на свете. Поэтому мы очень сильно мечтаем о том, чтобы Катя у нас стала работать профессионально именно в нашем центре, чтобы она могла преподавать все вот эти свои прекрасные умения другим деткам. Ей самое главное, самой сильно нравится передавать свои знания и умения. Она прямо вот, мне кажется, у нее прирожденное педагогическое есть качество. Уже горлышко получается, да? Если нам надо расширить, то мы тогда что делаем? Убирай пока ручки. Убирай ручки. Если надо расширить, что мы делаем? Бери. Гончарным кругом управляет ребенок. Конечно, пока при помощи взрослого. Немного усилий, и изделие готово. Глина порой не слушается. Ею, как и маленьким авторам, нужно управлять, помогать, стать полноценным изделием. Мастерской особого ракурса много поделок, самых разных. По их формам, гладким выточенным стенкам можно определить, сколько времени ушло на создание. Кошечки, лошадки, чашки, тарелочки. Сегодня вот глиняные ежики. Самое главное, говорят родители, верить. Педагоги подбадривают и не боятся ставить новые цели. Так открывается сердце. Сердце Сибири глазами особых детей.